Здравствуйте, друзья! Меня зовут Давид. Мы находимся в Цфате, в старом городе, в месте, которое называется Бейт-Исраэль. За мной находится картина художника Равиоэля Торджмана. И хочу заметить то, что вот этот урок мы постараемся подытожить или как-то совместить все первые четыре урока, которые являются только вступлением в наш курс, в наше путешествие под названием Гешер-Мост. Это нелегкая задача, так как мы говорили о совершенно разных темах, и мы постараемся как-то поговорить о них, связать их для того, чтобы открыть дверь дальше в этот курс, который мы будем давать, практические советы, и постараемся сделать так, чтобы эта информация дошла до вас, была интересная и, конечно же, была на пользу. О чем мы говорили? Мы начали с того, что сказали, у нас был вопрос, почему Всевышний в книге Барышит назвал этот мир Товмод. То есть, ну, в мире есть войны, есть какое-то горе людей, и почему, или что это такое, которое Всевышний назвал Товмод очень хорошо, и как с этим мы можем связаться, с этим очень хорошо, как нам связаться. Нашим предложением было такое, то, что Товмод, оно и является вот этим вот искусством жизни, когда мы проявляем потенциал, то есть проявляем что-то, чего нету в этом физическом мире, и вдруг оно проявляется. Мы предложили то, что вот именно это было названо Товмод, и вот именно это, если мы научимся это делать, мы сможем, с одной стороны, скинуть негативный багаж какого-то прошлого или наших неправильных мыслей, и устремиться вперед, проявляя самые светлые уголки или самую суть нашей души, или то, что дал нам Всевышний, которое находится в нас, возможно, еще не проявилось. Мы говорили о том, то, что искусство, вот это и есть это проявление. И самое базовое искусство, так как большинство из нас не являются художниками в прямом смысле этого слова, Робин Ахман нам сказал, то, что искусство в самом базовом его проявлении – это речь человека. Живая речь, такая наполненная жизнью, которая связана с внутренней истиной, иногда направлена, у нее есть вектор, когда этот вектор является Всевышним, это называется молитва. Но, в принципе, речь, у нее есть такие свойства, что она, с одной стороны, является проявлением нашего нутра, можно сказать, но, с другой стороны, она и влияет обратно на наши мысли. То есть, 100% негативная речь, она влияет в негативную сторону на наши же мысли. И, конечно же, позитивная речь влияет на нас хорошо. Также мы сказали то, что первые слова Торы, Барашид Бара, Бара – это бриют от слова «здоровье». И, конечно же, душевное, духовное, эмоциональное здоровье, как говорил Рамбам Маймонид, которым был великим врачом, он сказал то, что духовное и душевное здоровье, оно является первичным составляющим. И, конечно же, влияет и на физическое здоровье. Конечно, обратная связь существует, но первичная связь, она такая. Дальше мы говорили о том, что лучше не думать, что состояния, в которых мы находимся, они неизбежны. Мы из них не можем выйти, потому что это совершенно не является так. Мы можем посмотреть на негативные какие-то случаи, что иногда, как мы думаем, всё хорошо, и вдруг что-то ломается. И так же, как ломается, всё может очень быстро и построиться. Это тоже мы должны понять и... понять, принять и поверить в это, потому что это и есть правда. Что мы говорили дальше? Мы говорили дальше о том, о мостах. Что мост, в принципе, это является соединением между, иногда между двумя берегами реки, но также мы говорим о мосту, который является между мостом, между духовным и физическим миром. Это можно сказать то, что это разные мосты. Мы будем говорить о разных проявлениях вот этого самого, которое, конечно же, неуловимо. Очень тяжело дать какие-то точные определения духовным аспектам нашей жизни, но мы можем точно видеть их проявления. И об этом мы будем говорить. То есть, это не философский курс. Мы будем стараться делать его курсом, в котором есть применение и советы, которые можно использовать в жизни, а не только какие-то знания. Мы говорили, мы заметили то, что наш мозг физиологически составлен из двух эмисфер, двух частей. И также наше человеческое состояние, оно состоит из многих аспектов. Одно такое из таких делений – это логический и духовный, эмоциональный или, может быть, воображаемый аспект. То есть, с одной стороны, у нас есть логика, речь, математика, что-то, что мы сможем проверить, но с другой стороны, есть воображение, без которого, конечно же, с хорошей стороны не были сделаны бы никакие открытия, человек бы не двигался с места, потому что он не смог бы представить хорошее будущее. Но, с другой стороны, эти же силы иногда вводят в нас страх, зависть, ненависть, которые тоже являются плодом воображения. И, конечно же, так же, как мысли, надо управлять мыслями, и мы об этом поговорим через несколько уроков, так же надо стараться управлять или, можно сказать, направлять наши эмоции. Может быть, вы подумаете, что это слишком тяжело, но я могу вам дать совершенно простые примеры, в котором вы убедитесь, что это происходит у вас, в принципе, автоматически и ежедневно. Но это потом. Конечно же, мы говорили о том, что когда у человека мысли, они правильно построены, когда человек не путает между реальностью и оторванным от мира воображением, конечно же, это состояние позволяет душе, мы сейчас говорим о низком уровне души, которая на иврите называется нефеш, также на иврите есть другие определения вот этого вот душевной и духовной составляющей, но когда наши мысли и чувства, они в балансе, когда у нас есть понимание, как вообще направлять вот эту вот машину, как ей пользоваться, а не так, чтобы наши мысли и эмоции управляли нами, конечно же, в этом состоянии наша духовная или душевная составляющая может лучше проявляться. И нам надо сделать какие-то усилия, чтобы позволить этому быть. Мы говорили о том, то, что надо научиться или постараться научиться соединять вот эти вот две иногда противоположные силы. Но если вы подумаете, мир, он часто это и делает. То есть, тело и душа – это две противоположные сущности. Душа, она неосезаемая, можно сказать, в этом мире, а тело – оно физический объект, и они должны жить вместе. Также мужчина и женщина, ну и так далее. И в иудаизме есть вот эта вот средняя линия, которая не является частью природы. Она, можно сказать, делается нами. И вот посередине на совмещении вот этих вот сил, сил воображения, сил эмоций и сил логики, там где-то находится точка силы нашей нефеш, нашей души. Иногда эта точка сила находится в месте, которое нам кажется самым, ну, самой больной точкой, можно сказать так. И часто мы видим очень много есть таких примеров в истории, когда люди из провала проявляли через вот это вот место, где самая больная, самая какая-то уязвимая их точка. Вот именно она за счет желания являлась точкой силы и источником очень многих сил. И можно сказать бесконечных сил, потому что... Ну, мы не получаем все силы от котлеты, которые мы едим, или от кофе, который мы пьем. Это какая-то одна часть сил, но в принципе, вы уже понимаете, то, что когда душа выходит из тела, мы можем в тело пихать сколько хочешь котлет или морковок, каждого на свой вкус, оно не оживет от этого, да? С другой стороны, конечно же, мы должны эти силы как-то получать и вот как-то соединиться, сконнектиться вот с этим вот источником духовных сил, которые также находятся и в котлете, конечно, но они, источники их находятся у нас внутри. Дальше мы говорили о том, то, что такое есть в последнее время, во-первых, развитие вообще этого дискуссии психологии, но чаще всего со стороны негативной. Ну вот боль, душевная боль, вот эта вот вся история. В недавнее время появились, конечно, слава богу, появились коучи, люди, которые занимаются позитивной психологией, какие-то знания, может быть, из Востока, которые говорят о вот mind, mindfulness, медитации, вот эта вот вся история. Конечно же, эти инструменты работают, но надо, во-первых, есть те, кто люди, которые этим занимаются. Конечно же, у нас еврейский подход, и надо соединить это со Всевышним, потому что если это не соединено со Всевышним, это временная история просто, это неэффективная история. Чаще всего большинством этих инструментов можно использоваться, но надо знать, как это делать. мы говорили о том, что душа или вот неэффиш, она является источником всех позитивных, конечно, чувств, не только боли, но и любви, триумфа, радости. Это берется вот из того же самого места, можно сказать, душа. И, конечно же, мы говорили после этого о том, то, что один из ключей счастья является вера. Мы не говорим о какой-то глупой вере или вере непроверенной, или человек, который знает много, что он должен забыть, не дай бог, или там отменить все, что он знает. Чаще всего нужно подкорректировать или направить эти знания. Мы не говорим о том, что надо отречься от чего-то, но о базовой, можно сказать, доверии миру. Верия в то, что сверху идет все очень хорошо. Нам надо знать, что то, что нам кажется какими-то упущениями или так далее, то, что это и есть направление правильное, или это и есть браха для благословения. Иногда, когда мы злимся, когда мы не получаем то, что мы хотим, но это не говорит то, что это неправильно. Чтобы как-то сухость этой лекции чуть-чуть разбавить, расскажу вам историю. Вчера был в одном интересном месте с женой. Мы ездили, делали небольшое путешествие. Разговорились с людьми вот тут, недалеко от ЦФАТа. И один человек мне говорит такую вещь, понимаешь, в одной из святых книг, в Темуаран Тора отдали, там написана такая вещь. Я очень упрощаю, но написана такая вещь. Если ребенок, если он потерял машинку или конфетка куда-то упала, он плачет, как будто бы он потерял весь мир. И это с какой-то стороны так, потому что, возможно, потеря ребенка какой-то машинки является тем же самым, если взрослый мужчина как-то потеряет или разобьет, не дай бог, автомобиль, и чтобы у него была страховка. Вот. Но тут, представляете, вдруг нету конфетки, нету... И в его мире это вообще трагедия большая. Но вдруг он видит маму. И этот ребенок вдруг забывает про конфетку, забывает про машину, потому что вот тут является источник всех конфеток, машинок, любви и, ну вот, позитивных эмоций. И также может быть и человек, вот мы в нашей маленькой жизни, нам нужны какие-то вещи, но если мы находим коннект вот с тем источником, со Всевышним, тогда, даже когда у нас есть какие-то разочарования, можно сказать, можно сконнектиться вот с этим, и тогда оттуда польется благодать, можно сказать так. И, конечно же, вот эта вот вера, вот базовая точка веры, она нужна нам для того, чтобы учить любые знания получать. Потому что если мы идем там в университет или получаем какие-то знания, у нас должна быть какая-то точка доверия к человеку, который дает нам эту информацию. И мы как-то, как видно, обязаны это проверить. Но в какой-то момент мы перестаем это проверять и как-то доверяем носителю этой информации. Так же и тут, что в какой-то момент человек лучше человеку, чтобы он переключился и как-то стал доверять жизни, можно сказать. И это является одним из ключей, конечно же, к счастью. Это позволяет человеку жить и с легкостью, и с силой. Потому что он понимает то, что силы – это не его. И если человек удостаивается танцевать этот виртуальный танец с миром, со Всевышним, тогда он понимает то, что это можно делать и с легкостью. Конечно, с чувством ответственности, но с легкостью. В этой книге мы постараемся, или не в книге, а в курсе, мы постараемся научиться, во-первых, определять, что является истиной, что является каким-то миражом. И с другой стороны, мы попытаемся определить или как-то нарисовать то, что чаще всего человек не страдает, а страдают его мысли, и чаще всего это негативные мысли, когда человек ждет чего-то, которое вообще он не должен, или не нужно ему ждать или ожидать. Или с другой стороны, человек как-то забивается в какой-то угол, когда он должен идти в мир. Последняя тема, о которой мы говорили, это тема желания, что у каждого человека есть какое-то внутреннее желание. Мы постараемся в этом путешествии добраться до этого, и постараемся это проявить. Конечно, это же желание, оно для того, чтобы до него добраться, у человека должно быть дат, должно быть знание, как это делается. Настоящее знание. Мы постараемся сделать этот порядок и понять, что является настоящим желанием, а что является желание, которое навязано, которое не является вообще нашими желаниями. Может быть, иногда это желание окружения, иногда это желание общества, но это не является нашими внутренними желаниями. Мы говорили о том, что то, что мы называем душа, на иврите есть пять слов, которые и внутри, и подразделения, то есть мир души, или душевный, он очень большой, громадный мир, так как у нас есть знание про это, можно сказать. У нас есть знание, которое передается и накапливается на протяжении тысяч лет, и с Божьей помощью. Мы живем в такое время, когда это знание распространяется и приближается к популярному знанию, скажем так. Конечно, есть там уровни познания и так далее, но для того, чтобы человек жил хорошей, счастливой своей жизнью, иногда надо много чего очистить, но для этого не нужно становиться каким-то великим мудрецом, скажем так. Это участь нескольких людей, некоторых людей, но для этого нужны какие-то советы. А что это такое совет? Совет — это то, что дает нам силу. Как говорится в Торе, Дворим 8.18, И этот коах переводит ункулус — это этца, то есть ты помнил Всевышнего, потому что он тебе дает силу преуспевать, выигрывать войну, делать деньги и так далее. И этца, ункулус говорит, это хаэль или сила — это коах, это этца. Извините, пожалуйста, долго записываем урок. Минуту и заканчиваем. Так вот, этца, то есть этот совет, это то, что дает нам силу. И с Божьей помощью мы постараемся в этом курсе как-то вам передать полезные советы, которые иногда находятся на поверхности, иногда они находятся глубже, каждый находится на своем уровне. Мы постараемся сделать так, чтобы пройти вместе с вами этот процесс, и, конечно же, приблизиться к себе, к Всевышнему. Большое спасибо. Закончим на том, что есть такой посух, который говорит «Вэлшиену мэрале маншмэха» «Спаси нас быстро для тебя самого», то есть для Всевышнего. Постараемся сделать так, чтобы этот курс, это приключение, эти путешествия спасло каждого из его притеснения, утеснения из его Египта и приблизило его и к Всевышнему, и к той части внутри себя, и иногда это является отчасти то же самое. Всего самого наилучшего. До скорой встречи. Увидимся на курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Да. Спасибо.